30 и 31 марта в долине Уюта состоится 50-й юбилейный Мурманский лыжный марафон. Как готовились к предстоящему большому событию, расскажем в нашем сюжете. В эти выходные уже в 50-й раз состоится Мурманский лыжный марафон праздника Севера. Он соберет около 3000 участников в 50 и 25-километровых гонках свободным и классическим стилями. В этом году подготовка к марафону была очень тяжелая. Связана она была с тем, что снежного покрова было очень мало. И мы вынуждены были принимать решение, нанимать дополнительно людей, чтобы большой объем именно ручной работы выполнить на трассе. С тем, чтобы трасса была, как всегда, качественная, потому что спортсмены, которые приезжают на соревнования, конечно, они оценивают в первую очередь качество трассы, по которой придется на протяжении более двух часов соревноваться с другими спортсменами. Проехал трассу, ни одного замечания нет. Шикарно все. Видно, что много труда, сгребали снег. И по трассе вообще вопросов нет. Ну, по погоде, конечно, вот два дня стоят шикарные погоды, но здесь такая традиция, что как всю неделю хорошая погода, как марафон, он всегда приносит лыжникам какие-то сюрпризы. То буран, то там снег. Но на самом деле лыжники этого не боятся. И чем хуже, тем лучше, на самом деле. Больше впечатлений. О популярности мурманского марафона праздника Севера свидетельствует и то, что все слоты, выставленные на регистрацию в ноябре прошлого года, в том числе дополнительные, были распроданы в рекордные сроки еще до новогодних праздников. Вчера у нас открылась уже регистрация в Великой Атлетическом Манеже. Работает комиссия, работаем без боя, все хорошо, стартовые пакеты выдаются, получается. Проверяем наличие медицинских справок. Ну, в общем, такая рутинная работа всех, кто задействован у нас как раз в комиссии по допуску. Что касается проведения самого мурманского марафона, ну, вы уже тоже прекрасно знаете, мы работаем с вами два дня, 30-31-е. В этот раз на старт юбилейного марафона выйдут спортсмены из 62 регионов России, а также Германии, Словакии, Австралии, Грузии, Белоруссии и Казахстана. Из звезд мирового лыжного спорта болельщики увидят Александра Панжинского, победителя прошлого марафона Дениса Спецова, Ивана Якимушкина, Максима Валикжанина, Александра Бессмертных. Почетными гостями станут четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и трехкратный призер зимних олимпийских игр, чемпион мира Александр Завьялов. Есть маленькие нюансы, не знаю, стоит ли вам об этом говорить, которые мы предусмотрели именно вот в честь 50-го юбилейного марафона. Это связано в первую очередь с нашими ветеранами. У нас оказались три таких участника, которые принимали участие в марафоне в самом первом, в 1974 году. И вот трое из них принимают участие в юбилейном 50-м. Один участник у нас зарегистрировался на гонку 50 километров, он побежит 30 марта, и двое у нас стартует 31 числа. 31 марта предварять лыжный 50-километровый марафон классическим стилем будет первый детский лыжный марафон праздника Севера. Около 300 ребят преодолеют 600-метровку. На финише все они получат подарки. После того, как спортсмены отправятся покорять 50-километровую дистанцию, болельщикам скучать не придется. Для них будут работать цаамская деревня, различные интерактивные площадки, где взрослые и дети смогут принять участие в интерактивных конкурсах и получить призы. Подготовят приятные бонусы и для спортсменов. Наша задача была как организаторов, конечно, обеспечить каждого участника памятной медалью и памятным пледом. В этом году это более такие уже дизайнерские решения. Вот все, наверное, вы видите здесь и кубки, и медали, которые мы с символикой 50-го марафона сделали. Медали достаточно объемные, тяжелые. Каждый участник получит на финише такую медаль и памятный плед. Ну и, конечно, номер нагрудный, который они получают при регистрации, тоже останется у каждого спортсмена. Есть и нюансы, которые касаются регламента гонки. Речь о питании во время марафона и, конечно, в правилах самого соревнования. Регламент ввели в такую статью, что не выбрасывать мусор на трассе. Когда лыжники бегут, марафонцы, они питаются, гелия употребляют, а обертки бросают на трассу. В этом году у вас, ну, везде идет борьба за экологию. В этом году написано, что, значит, мусор забирайте с собой. Не знаю, как это будет осуществляться, но это впервые у нас в России, и это правильно. Потому что после марафона на следующий день едешь, вся трасса в каких-то обертках, там, мусоре. Это запрещено. По замене лыж. Замена лыж на марафонах тоже запрещается. Вот тут были у нас, конечно, такие полуофициальные случаи, что кто-то видел, кто-то поменял лыжи. А лыжи менять, чтобы вам было понятно, меняют для чего. Они набирают грязь, начинают хуже ехать. Вот когда нечестный человек, он где-то раз, быстренько переодел лыжи, он сразу получает громадные преимущества. История Мурманского лыжного марафона берет свой начал в далеком 74-м. Тогда он был впервые включен в программу праздника Севера. На старт тот год вышло около 600 участников со всего Советского Союза. Были и зарубежные гости. Лыжники Болгарии, Чехословакии, Польши, Финляндии и Норвегии. Продолжение следует...